Всем привет, на связи Кассида Булевар Депо и это 3025 серия Пути Бомжа на Блэк Раше. Серию мы начинаем с того, что на складе семейном накопилось опять 30 миллионов и надо бы это снимать. Всё, склад по деньгам я очистил и это означает то, что люди на ранг могут снова кидать деньги. С владельцем Кассика мы подъезжаем в казино, чтобы он меня принял на менеджера. Так всё, мне кидать предложение вступления на менеджера в казино, принимаем. Казино уже совсем скоро слетает и как раз таки в этом ролике мы его будем ловить. Давайте-ка проверим сколько людей в Кассике поздним вечером. Для начала надеваем форму менеджера и побежали смотреть. Офигеть, а людей-то тут и немало. Финка в казино, если что, на чоке достигает 40 миллионов. Теперь понятно, почему такая финка, потому что даже поздним вечером дофига людей. Эм, ребята, это чё, я даже не понимаю, чё это, это компьютеры что ли? Да уж, я давно не был в Кассике, но этого я ещё не видел. Но я так понимаю то, что в глобальном обновлении будут поставлены эти компьютеры. И я так понимаю, что с другой стороны тоже поставлены компьютеры. А нет, ребята, это что-то другое, автоматы игровые, видимо. Я в автоматы игровые залез и не могу выбраться, как мне выбраться? Фух, выбрался, это какая-то, блин, ловушка, как и казино. Тоже в казино, когда играешь, не можешь выбраться. Но, ребята, не будьте азартными, потому что казино это утиль для верты. То есть сюда люди приходят для того, чтобы слить свои деньги, и не более того. Ну и так как я менеджер, люди просятся принять их в крупье. И я, конечно же, это делаю, и давайте вообще добавим всех, кто тут, в крупье. Добавляем второго, третьего и остальных, короче, всех. Ну а я вам напоминаю то, что я устраиваю конкурс, где один лайк равняется одному донату. То есть сколько лайков вы наберете под этим роликом, столько доната я и разыграю. Условия конкурса проще, чем пойти на 1 сентября в школу. Это поставить лайк, подписаться и написать комментарий. Абсолютно все условия будут проверяться. Но победитель прошлого конкурса находится в моем телеграм-канале, который ты можешь найти по ссылке в описании, поэтому подписывайся. И да, скачивай эту игру с большим бонусом по ссылке в описании. Заходи на сервер Чока и вводи там лучший промокод депо, который тебе даст новый гелик из кин Моргенштерна. Так, ставим на замку человека в семью не нового, а старого. Потому что старый аккаунт вегана Бульварда в бане сейчас. Не знаю, кстати, почему не вдавался в подробности. В семейном объявлении я добавил один пункт в свой ВК. Потому что люди зачастую спрашивают в чате мой ВК, чтобы я добавил их в беседу, либо поговорить насчет зама. И я подумал, что будет проще просто добавить свой ВК в объявление. Сейчас по-быстрому заказываем топливо в свою ДК. И я начал делать квесты для нормы бизнесмена. Сейчас я продам скинец, который я давно выбил в контейнерах. Не понял, почему-то у нас сейчас трейд не работает. Это, наверное, потому что мы в здании ЗАГСа. Нужно бы выйти на улицу. Отлично, на улице у нас все работает. Этот скинец сейчас продаем за 500 тысяч. Продаю по такой цене, потому что в контейнерах можно его слить было за 500 тысяч. И тут я ему тоже продаю за 500 тысяч. Нажимаем подтвердить. И он мне еще полезные травы дал. Вот это спасибо. Да я знаю, знаю, спасибо. Сейчас попробуем эти полезные травы. Аж целых 13 трав он полезных мне дал. Нифига себе, после них у меня ночь стала днем. Блин, а я на самом деле не знал то, что с помощью полезных трав так можно. Ну и раз уж мы у ЗАГСа, грех не взять лимузин. Да и тем более, это самая единственная самбовская тачка, которая не была переделана. Ну и если, конечно, я не ошибаюсь, подправьте, если что, в комментарии. Так, все, мы взяли два лимузина. И давайте сейчас отправимся в казино, потому что оно уже слетело. То есть я уже совсем скоро буду ловить долгожданное казино. Кстати, у меня назревает вопросик, сколько вообще мест в лимузине. Давайте это и проверим. Сейчас мы поедем в людное место, где очень много людей и в лимузин их посадим. Как же, блин, это красиво выглядит, как будто на другой самбовский проект попал. Ну слушайте, на Арзама спавне не так-то и много людей, и мы, походу, здесь никого не наберем. Людей со спавном мы, к сожалению, не набрали, потому что мало людей ночь, но взяли нашего зама Кирилла Бульварда. Который я вообще не понимаю, как нас нашел именно тут. И оказывается то, что мест в лимузине только четыре, плюс мы еще одного на капот посадили. Ну и приехали мы все в казино, которое как раз-таки уже слетело. То есть уже завтра в 22.00 мы его уже будем ловить. Ставочку я пока не знаю, какую ставить, но там посмотрим, кто из богатых будет, такую и поставим ставку. То есть если будут богатые люди, я поставлю овер, а если вообще не будет, я поставлю лоу ставочку. У казиночек кто-то дэмит, нашего задэмили, надо бы его поднять. Берем адреналин со склада и поднимаем нашего человека. Еще нашего положили, и я не понимаю, кто вообще стреляет в них. Взял я уже оружие, и я вообще не понимаю, никто их убивает. Может это челик Саша, но я его не буду трогать, потому что я не видел, что именно он стрелял по нашим. Ладно, надо бы уезжать от этого места побыстрее, а то и меня убьют. Видимо какой-то человек сейчас проиграл все деньги в казино, и сейчас свою агрессию выпускает на нас. Все, ребята, наконец-таки остаются считанные часы до слета казино. И поехали в аукцион, посмотрим, не поставил ли никто ставочку на казино. Потому что есть такие люди, которые ставят ставку не в положенное время. Приехали быстренько на Урусе и побежали смотреть. Я смотрю, тут очень много магазинов висят в ГОСе. Магазин тут висит, который в Юшке находится, но он меня вообще не интересует. Сейчас я пришел посмотреть только на один бизнес, и это казино. Ставку, на удивление, никто не поставил, и остается еще 5 часов до слета. А, кстати, посмотрите, целых 3 ТК Бусаева слетели. Не повезло, конечно, владельцам ТК Бусаева, потому что сейчас спрос на ТК Бусаева упадет, и цены тоже соответственно. Надо бы сейчас верты с Реверда взять, потому что на балансе у меня 157 миллионов. Так, забираем отсюда 300 миллионов, которые мне пришли со среднего автослона. И тут у меня еще есть 93 миллиона, мы их тоже забираем. Ну и, пожалуй, 600 миллионов, которые там остались, я там и оставлю, потому что у меня уже 500 миллионов, а этого хватит, чтобы словить казино. 555 миллионов у меня сейчас на балансе, блин, очень красивая цифра. Все, уже подходит время к слету, и я, блин, отстоял 400 очередей. Рано, конечно, думать, то, что я сейчас зайду на аккаунт, потому что бывает такое, то, что вылетает. Фух, слава богу, я зашел. И берем быстренько первую попавшуюся тачку, это у нас Ауди, и она, блин, не починена. Опять люди из семьи вообще не чинят тачки. Блин, ну всего 300 рублей стоит одна ремка, вы чего, ребята? Все, я уже в аукционе, и остается 55 минут. Торопился я очень сильно, потому что я не думал, то, что у меня в игру зайдет, потому что у меня обычно вылетает с нее. Так, подбежал ментяра, и надеюсь, он меня в КПЗ не посадит, потому что мне бы не хотелось перед слетом казино в КПЗ. Ну, вроде бы, пока что все пучком, ожидаем слета. Сейчас как бы нужно выйти на улицу перед слета, потому что у меня может вылететь, на всякий случай нужно на улицу сбегать. Меня еще окружили люди, пропустить не хотели. Вышел на улицу и поставил себе таймер плавающей часы, чтобы лучше определять время слета казино. И если у кого-то будут вопросы, как поставить этот плавающий таймер, нужно зайти для разработчиков и там найти плавающий таймер. Это прям максимально точный таймер с игровым временем, поэтому пользуйтесь на слетах. Я вроде бы побегал и никого вообще из богатых не нашел. Ну, вот реально, прям просто никого нет. Есть тут, конечно, пару богатеньких, но у них всех слоты забиты. Всего 2 минуты до слета остаются, и я решаюсь поставить ставку 299 миллионов. Но после я решаюсь ставить 312 миллионов. Если что, в прошлый раз тут ставили 475 миллионов, а тут я ставлю 312. Остаются какие-то считанные секунды, и я ставлю ставку на 50 секунде. И через некоторое время мне, к сожалению, прилетает оповещение о том, что поставили выше ставку 421 миллион. Видимо, когда я сидел в менюшке, кто-то из богатых просто прибежал и поставил в крысу. И, ребята, как я и догадывался, словил тот человек, который приехал на последних минутах. Поскольку, когда я смотрел, кто есть в аукционе, я его вообще не видел. Ладно бывает, но, короче, если он будет пополнять кази каждый день, то ему придет 270 миллионов чистыми. То есть он максимально офигенный окуп выйдет. Я с этим его поздравляю. Очень обидно то, что я не словил казино, потому что ради казино я продавал средний автосалон. Но ничего страшного, может это даже к лучшему. Ну а сейчас поехали на вышку фармить репутацию. Для начала бы надо закупиться бронежилетами, потому что у нас их в семье нету. Благо мне ребята с этим помогают. Довольно-таки быстро мы с этим справились, и остается 5 минут до начала вышек. Ох, а у нас человек в семье решил по полю срезать, но будем надеяться, что администратор за нами не следит. Да, все хорошо прошло, мы почти подъехали уже к вышке, и тут уже наши ребята стоят, отлично. Сейчас по времени 8 часов утра, и онлайн в семье просто офигенный. Уже я вижу первого врага, подбегаем к нему, чуть-чуть стреляемся, и он отбегает, и я просто его с ребятами в спину забираю. На что он, блин, вообще надеялся, приезжая одному? Прилетает какой-то челик на коньках, он от меня мансит, я вообще попасть не могу, и в итоге он меня просто убил. Мне в скин коньки вообще очень сложно попасть. Это, блин, то же самое, что и скин Кевина, в него тоже хрен попадешь. У наших ребят был адреналинчик, поэтому они меня запросто подняли. Еще приехало несколько врагов, но уже с другой стороны на машине. Я вот не знаю, может запушить, может нет, давайте-ка попробуем. Максимально близко я к нему подхожу, и это была моя потальная ошибка, то, что я к нему подошел так близко. Одного, конечно, я забрал, а второго нет. Несколько раз промахнулся, и я убит. Ну, буду надеяться на то, что у наших ребят адреналин есть. У меня опять подняли с адреналина, как же мне везет. Все, вышка уже подходит к концу, и мне кажется, мы запросто взяли ее. Но это и понятно, потому что мы толпой бегали. Следующий захват, это у нас Гарель Ферма. Самые первые мы приехали на этот захват, и через несколько минут приехала машина. И меня нормально так покоцали, и я сейчас полечусь, и начну опять стреляться. Захожу я опять в эту заварушку, и тут два человека стоят с лоу хп, и я их, естественно, убиваю. Второй немножко сопротивлялся, но это было недолго. Забираем Кевина, и тут еще человек бегает. Да тут даже и не один человек есть, тут еще и второй, его нужно попробовать убить. Убить его не составило никакого труда, потому что мы его просто-напросто окружили. Потянулись люди, и я им выдаю разрешение на оружие. Там человек на крыше спрятался, и я не понимаю, как его вообще убить. У меня еще и хп, мало меня, походу, сейчас убьют. Так это и случилось, но меня не он убил, а уже кто-то другой. Появился я в Арзамас ЦБ, и я взял Лексус, и помчали на Бусаева завод. Потому что ГРЛ ферму мы взяли. Залетаем на завод Бусаева, и все, наши люди уже взяли все позиции, которые можно было. В чат сообщают то, что в спине находится большое количество людей, погнали туда. Забарушки вот такие я люблю. И да, вправду, враги через забор пытаются пролезть, но у них ничего не получится, потому что прицел уже наш, направлен на них. И у них мало чего получится, думаю. Они нас еще и оскорбляют, и зовут меня вообще один на один. Так они и не перелезли через забор, тут приехал таксист, и наши его убили. Сорян, конечно, неловко получилось. Вижу, что наша стреляется со спиной, и я туда же бегу. Запушили мы их всех, остается только один, надо бы его тоже запушить. Пытаюсь я его убить, но как бы я ни пытался, вообще попасть не могу. И из всех ребят, кто тут был, он убивает только меня, понимаю. Мои ребята уже меня подняли, и вышка уже скоро закончится, и получается то, что мы ее взяли. Такую толпу, как мы, вряд ли кто-то сейчас выбьет. Забираем Бусаева завод, 4000 очков. И получается то, что мы все забрали вышки, которые были в этом часу. Ну а на этом моменте мой ролик подходит к концу. Всем огромнейшее спасибо, кто досмотрел его до конца. Если что, все ссылочки на мои соцсети находятся в описании. Ставьте свои царские лайки, подписывайтесь обязательно на канал, и пишите свои комментарии. Ну а с вами был Бульвар Депо, всем удачи, всем пока-пока.